Курсантам МЧС России показали спектакль о князе Владимире и княгине Ольге. Примерным показом постановки «Корсунская легенда» похвала Владимиру, Русского духовного театра «Глаз» на сцене Академии МЧС в Москве начал Новый год Институт культуры. Этот спектакль взгляд в прошлое из дня сегодняшнего. Великая княгиня Ольга, великие князья Ярослав и Владимир, патриарх Константинопольский. Один за другим оживали перед зрителем сюжеты из жизни известных персонажей древности, тех, от кого зависел приход на Русь христианства. О, мои любезнейшие чадо, несть инога Бога, токма Иисуса Христа, Сына Божия, истинного Бога. И ощути Его, Сыну мой вожделенный, познаешь истинного Бога, крестившийся. Ведь и ты так уж радость велию получишь и пользу. В Корсунской легенде рассказали, насколько непростым, но в то же время единственно верным стал цивилизационный выбор для русского народа. Веру во Христа принимает внук княгини Ольги Владимир. Он отвергнет латинскую веру, иудаизм, магометанство. Лишь слова философа из Византии тронут его сердце. По словам режиссера, спектакль познакомит молодежь с историей страны, знание которой, как ничто другое, сегодня помогает объединению. Сейчас вот появляется такая тяга, интерес, знание, громадное желание узнать, что же было давным-давно, и как это влияет на нашу жизнь сегодня. Я очень рад, что вы посмотрите, как зал слушает. Это не просто спектакль, его даже трудно назвать как-то, может быть, проповедь, не знаю, как исповедь, может быть, покаяние. Люди должны объединяться, и они сейчас объединены таким интересом, которым, может быть, можно назвать желание правдиво узнать историю своего народа. О многом спектакле, можно сказать, состоялось впервые. Впервые в театре ожили страницы летописи митрополита Илариона. Сцены и песнопения звучали в «Корсунской легенде» на давнерусском языке, и это тоже впервые на сцене Отечественного театра. По словам курсантов, спектакль произвел неизгладимое впечатление. Спектакль мне безумно понравился, поэтому изначально смотрели, слушались, а потом уже со временем понимали, о чем идет речь в данном спектакле. Было даже вдвойне интереснее из-за этого его смотреть. Было интересно пронаблюдать всю историю, показанную на сцене живыми актерами, с живым звуком, с живой музыкой. Крещение Руси – очень важный этап в истории России. Его необходимо знать каждому человеку, чтобы считать себя образованным человеком, чтобы знать историю как своей России, так и понимать дальнейшие перспективы развития своей страны. Руководство Министерства МЧС духовное и нравственное воспитание своей молодежи ставит на одно из первых мест, и особую роль в этом отводит именно к культуре. Спектакль «Корсунская легенда» в этом году стал первым мероприятием благотворительной программы Международного кинофорума «Золотой Ветесь». Мы очень рады, что у нас в министерстве, говоря современным языком, МЧС, такой продвинутая. Культура, она же обращена к человеку. Человек же прежде всего создает всю экономику, МЧС и все остальные структуры. И если этому человеку будет внедряться и показываться хорошая культура, которая к сердцу доходит, которая ведет, как говорится, правильным путем, все изменится в стране. Сохранение культурного наследия России, укрепление духа национального единения, утверждение среди сотрудников ведомства традиционных духовных и нравственных ценностей, чувство патриотизма. Эти задачи остаются главными в совместной работе кинофорума «Золотой Ветесь» и Министерства МЧС и в этом году.